Здравствуйте, друзья! С вами Пашка Фриман на связи. И вот после продолжительного отпуска, в течение которого я практически всё время болел и всё ещё не восстановился, я вернулся домой. И сегодня я решил для вас записать новые опенкейсы, потому что обновление 2.19 эпоха дронов вышло. Соответственно, вышли и ящики к этому обновлению. И я думаю, что пора бы открыть очередные 25 штук и посмотреть, что за шлаг нам выпадет в этот раз. Я надеюсь, что данный формат видео, ну вообще, тематика эта нравится. Хотя бы просто ради спортивного интереса, посмотреть, что там выпадает. Если вам понравится какой-то камуфляжик, можете об этом писать в комментариях, я обязательно их почитаю. Также, на всякий случай, напомню вам, что у меня есть моя блогерская ссылка, перейдя по которой вы сможете приобретать всякие разные ништяки в магазине War Thunder, а ещё даже в Enlisted с небольшой скидкой. Так что будете немножко экономить, если задумаете что-нибудь задонатить. Ну и давайте начинать. Вот, как видите, у меня 25 штучек есть, это вот эти вот ящички, остальные это на будущий ролик. У меня ещё впереди открытие 100 кейсов, часть вторая. Не знаю, когда у меня дойдут руки, но когда-нибудь я это сделаю. А сегодня 25 кейсов эпохи дронов. Суммарно я там потратил, как всегда, в районе 68 газин коинов на всё это дело. И давайте посмотрим, что нам из этого всё повыпадает. Разумеется, в конце ролика я напишу, сколько потрачено было и сколько у нас отбилось в всяких камуфляжах и разных штучках. Ну и разумеется, сейчас буду вам эти камуфляжики показывать, которые нам выпадут. И первое, что нам выпадает, это на Сумо АСМ Айсинне. Сумо АСМ, кстати, танчик мега офигенный. Недавно на нём катали вот на стриме и прям божественный, офигенный. Прям советую брать, если хотите прокачивать французскую нацию. О, неужели у меня получилось запустить, точнее загрузить этот чертов камуфляж? Для вас прошло нисколько времени, а я где-то 40 минут ждал, когда что-нибудь вообще прогрузится. Поэтому я думаю, этот ролик будет сделан из разных частей. Скорее всего, если прямо сейчас будущие камуфляжи, которые мы будем открывать, будут открываться как-то странно. Alt-F2. Напомню, что на видеокарточках NVIDIA эта фишка включает вот такой вот фоторежим. И вот в таком вот внешнем виде у нас будет Сумо АСМ. Айсне. Лесисто такой пустынный камуфляжик. Блин, сумашечка такой офигенный. Тут, кстати, ещё цифрыки у нас на башне. 6, 7, 8, 9. Ну, выглядит значительно красивше, чем просто синевато-зеленоватый стандартный камуфляж. Но, насколько я уже знаю, камуфляж, ребят, недорогой. Если он вам приглянулся, вы можете его просто приобрести отдельно. Отдельно он стоит на данный момент 56 центов. Я думаю, где-то за 60 центов его можно было бы приобрести на самом деле. Если, блин, я надеюсь, что всё будет нормально сейчас открываться, раз уж там какая-то прогрузка у меня произошла. Я не хочу просто вот так вот останавливать запись на 40 минут, потом её возобновлять и так вот пока не откроем все ящики. Короче, нам выпадает камуфляж на J35A. Специальная окраска королевских ВВС Дании. Вот сейчас посмотрим. Смотрите, нажимаю перейти к предмету. Нажимаем просмотр. А, ну и всё. Игра у меня снова уходит в бесконечную загрузку. То есть вот это вот, пожалуйста, подождите. Оно висит просто бесконечное количество времени. И ничего я сделать, блин, с этим не могу. Оу, не может быть. Прошло всего 8 минут 7. И у меня камуфляж всё-таки загрузился. Может быть, это всё-таки связано с нагрузкой на сервера. В общем, этот самолёт, это топовый шведский самолётик премиумный. И вот такого вот цвета теперь он будет в таком камуфляже. Ну, мягко говоря, крайне палевный. Вообще максимально палевный. На небе. Да, я думаю, где угодно, в принципе. И в небе, и над землёй. Его можно будет очень легко увидеть. На хвостике написано AR-117. Познавательный, который сливается с цветом практически самолёта. И, в принципе, всё. И флажочек на хвосте. Больше ничего такого нет. А с брюшка он такой зеленоватенький. Зеленоватого цвета. Вот так вот он выглядит. И на бирже данный камуфляж стоит сейчас по низу 1.85. Но я думаю, где-нибудь за 2.10 его можно будет поставить. Что, кстати, неплохо. Стоимость не такая уж плохая. Погнали следующее открывать. Посмотрим, сколько тысяч минут или часов у меня уйдёт на весь этот ролик. Я уж не знаю. У меня такой длительности записи, наверное, не было. Никогда. Так, у нас тут всё ещё идёт. Идёт, идёт, идёт. И лёпик. Блин, давай на лёпика. Не надо пантеру. Блин, пантера. ВК-3002. М. Африканский корпус. Новая пантера. В этом патче вышла. Прототип пантеры, который, мягко говоря, не очень. Да, мне опять придётся ждать. Я даже не знаю, сколько времени. И я ещё... А, подожди, подожди, подожди. Фух, ну слава богу. Короче, вообще, если у вас есть какие-то проблемы, ребят, с загрузкой пляжа и вот этих вот пользовательских, вы сообщите, пожалуйста, в комментарии. Потому что пускай улиточки поработают над этим вопросом. Ну, вот такая вот будет пантера. Явно под пустынный камуфляж. С цифркой 8 на башне. С крестом на борту. И, в принципе, всё. Ничего такого особенного прям в нём нет. Не ядрёно такого серого цвета, который прям везде палится. То есть, немножечко, может быть, он на определённых картах будет менее заметен. Ну, собственно, что и стоило ожидать. Низ рынка 0,74 цента. Большая часть предложений за 0,80 центов. Я думаю, где-то за 0,75 центов его можно будет продать. Не густо, но продолжаем дальше. Да, представляю, что насколько сильно я в этот раз уйду в минус. Потому что у меня есть подозрение, что, по сути, всё будет очень дешёвым. Ну, может, за исключением там буквально двух, может быть, трёх камуфляжиков. Крабль нет. Может, спидфайр всё-таки? Нет, походу, крабль. Да. USS Alaska, тоже новинка патча. CB-1, 1944 года. Вот так вот он выглядит. На самом деле, кстати, кораблик прям в таком вот виде. Прям прибавил, скажем так, в весе. Если так можно выразиться. Более такой серьёзный стал. Он явно какой-то такой, какой-то полудеформирующий. Но выглядит красиво. То есть, такие тёмненькие с белым. Аляска. Тёмные с белым оттенки. Тёмно-синий. Практически чёрный. Выглядит прикольно. И корабль, кстати, неплохой. Учитывая, что у него, правда, боевой рейтинг. 7-0. Это жёстко. Как бы по вооружению, может, он не самый крутой. Но у него самая жёсткая батарея ПВО вообще, по-моему, в игре. А там что-то 130, что ли, орудия или что-то типа того. То есть, самолёты к нему вообще не подлетят. Короче, вот так вот он будет выглядеть. И посмотрим, сколько он будет стоить. А стоить ему будет, скорее всего, мало. Потому что это корабль. И ещё и топовый при этом. Так что мало кому он будет интересен. Ну, как я и предполагал. 40 центов по ньюзер-рынку. Большая часть предложений по 60 центов и выше. Я думаю, где-то за 45 центов его, наверное, можно было бы оценить. Плюс-минус в данный момент. Кстати, напишите, как вам новый интерфейс этой биржи. По-моему, он вроде бы как бы неплохой. Но, по-моему, старый всё-таки был получше. Ну, может, он просто более привычный. Я не знаю. В общем, поделитесь своим мнением. Короче, погнали. Следующий уже пятый кейс. Я уже вижу кучу дублёров, повторов. Ну, они вроде 7 мы проехали. И, ну, давайте по 16 того, что ли. Потому что наклеечка... Они все классные. Да. Наклейка эпоха дронов нам выпала. Наклейка, как всегда, красиво выглядит. Классно нарисована. Такая вся стильная, прикольная. Но, опять же, никто наклейки к патчам не выкладывает. Не клеит на танк, насколько я знаю. Ну, и что мы хотели от наклейки? 17 центов по низу рынка. Большая часть предложений 24. Я думаю, это за 20 центов, наверное, уйдёт. Когда-нибудь, может быть. Как я и предполагал, что-то у нас сегодня не густо. Прям совсем не густо. Не считая вот на самолётку, муфляжек, который 2 Газин Коина примерно стоил. Или 2.10. Короче, не считая его, как-то печально. Ну, вот сейчас, я думаю, тоже печально будет. Я, конечно, бы очень хотел Фантеру. Ещё одну Т5. Но нет. Нам выпадает дублёр. Африканский корпус ВК-3002. Я его вам уже показывал. Стоимость я вам тоже отдельно потом посчитаю. Погнали следующее открывать, чтобы время особо не тратить. А то я так уже, блин, минут 50 записываю. Ещё даже ящик в 10 не открыл. Короче, да. Интересно. Кстати, там интересненький камуфляж на Тигра первого идёт. И нам выпадает самолётный камуфляж. Б-29А. БМ. Кейбёрд. Да. Ядрёненький Б-29. И у нас получается краснющий, ярко-краснющий хвост. Крылья. Концовки. Или как там они? Короче, кончики крыльев. 5-2-1-7-6-8. Бортовой номер. Познавательный ВВС США. Здорово, конечно, Б-29. Ну и кейбёрд. У нас надпись. И какой-то гусь. Гусь, бегающий по снегу, что ли. Я не знаю. Такой вот камуфляж. А, ну и он ещё разделён на два цвета. Получается, сверху у нас такой металлический. Снизу у нас подчернённый такой металл получается. Ну, в принципе, всё. Ну, опять же, очень сильно заметный. И красиво, конечно. Немножечко красиво выглядит. Но Б-29, насколько он актуален в игре, учитывая, что бомбардировщики как класс в тундре вымерли, я не знаю. Давайте посмотрим. Ну да, всё логично. 30 центов по низу рынка. Большая часть предложений за 40. Я думаю, за 35 центов мы Б-29 могли бы поставить. Кстати, во всех моих расчётах, которые я вам показываю, я говорю, что там типа окупилось, не окупилось. Не в том плане, что там типа продал я на бирже. Я знаю, что там есть комиссия, когда вы что-то продаёте. Я имею в виду, что если бы я это купил отдельно, то есть именно чистую цену, скажем так, плюс-минус показываю вам. И нам в следующий камуфляж выпадает Т-34-85 Камиль Мустафа. Ну, 85-ка это всегда классно. Смотрите, там руки, короче, красные на всём камуфляже, на всём танке. Плюс ещё арабским шрифтом что-то написано. И ещё немножко такой красноватый ствол, или заржавевший скорее, точнее. Блин, прикольный. Так-то он в целом как бы всё равно зелёный остаётся. Но такая какая-то изюминка всё-таки появляется. В принципе, я думаю, для коллекции, наверное, подойдёт. Потому что 85-ка, это и в Африке 85-ка, как говорится. И у арабов она тоже 85-ка. Хороший танк. Офигеть. Данный камуфляж ещё и дешманский. 17 центов по низу рынка, большая часть предложений по 25. Я думаю, где-то за 20-ку можно будет выставить, а может даже и меньше. Забавно, но вот так вот почему-то стоимость очень маленькая на него. Кстати, обратите внимание, опять же, на стоимость. Потому что если вам подойдёт для разнообразия, как бы, внешнего вида танка, можно было бы и приобрести отдельно этот камуфляж. Потому что 2,5 доллара за один кейс. Это всё-таки дороговато. Вау, какое разнообразие. Ну давайте по 16-го. Ну, во, всё. Тип 16-п. Прототип тоже новинка у этого патча. Инструкторский танковый корпус Fuji. И вот так вот он выглядит. И выглядит, на мой взгляд, очень даже стилёвенько. Ну, типичный такой японский камуфляж с морскими, как бы, оттенками. И немного беленького. Кстати, пегас какой-то нарисован. Типа прикольный на башне. Так, тут у нас 99, 02, 92. Какая-то надпись и четвёрочка. Ну и сзади то же самое. Типа номер и ещё какая-то надпись. Ну, выглядит стилёво. Прям реально классный камуфляж. Но я прям уверен, что он дешманский будет. Так, и тут, в общем, не всё так плохо. По низу рынка 1,59. Большая часть предложений за 2 и больше. За 2,10. Я думаю, за двушку можно будет продать. Потому что реально камуфляж неплохой, красивый. И мне он понравился, во всяком случае. Так, открываем дальше. Кейсы. Кстати, друзья, не забывайте ставить лукасы. Это очень важно для продвижения ролика. И оставляйте комментарии. Это тоже очень важно для продвижения. Учитывая, что сколько я буду тут обрезать. Просто какие-то, не знаю, там, гигатерабайт данных лишние. Блин, печалька. Лайк, я думаю, я заслужил. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Камиль Мустафа, 100W-T34-85. Опять же, показывать второй раз я вам его не буду. Стоимость я потом отдельно посчитаю. Ближе к концу ролика там. Так, погнали, следующий. Печаль. Ну, у нас уже 2 дублёра выпало. Так, финский КВ там пролетел, к сожалению. Так, это у нас тут ещё есть на Г-6. Блин, серьёзно. Третий. Третий дублёр снова на ВК. Африканский корпус. Или даже четвёртый уже дублер. Я уже не помню. Как-то многовато дублёров сегодня. Мне это не нравится. Опять же, я там подгружу вам стоимость и так далее. В конце посчитаем. Блин, вот хотел бы, кстати, М-60АМБТ получить. Потому что у меня её нет. Не-а-а. Фиг тебе. У нас камуфляж на танк, которого у меня нет, к сожалению. М-4 748А. Латвия. Октябрь 44-го года. Если я правильно помню, это на немецкий Шерман камуфляж выпал. И я подозреваю, что он там ничего не будет стоить. Потому что немецкого Шермана почти ни у кого нет. Хотя я, наверное, постараюсь приобрести его в следующий раз, когда он будет в продаже. Может быть, на день рождения улиток. Я не знаю. Они по-разному бывают, запихивают машины старые. Так, вот так вот он выглядит. ПЗ-АГ РГТ-4. Всякие надписи. Немецкие опознавательные крестики. И камуфляж такой грязи лесной. Сзади тоже ничего такого особенного нет. Тоже самая надпись. Ну, Шерман и Шерман. Как говорится, как бы ничего особенного, на мой взгляд, нет. Машины, как бы, у меня тоже нет. Поэтому, как бы, печалька. Наверное, скорее всего, будет дешёвый просто из-за редкости машины. Кстати, можете написать, у кого из вас есть немецкий Шерман. Ну, да, как я и думал, 22 цента по низу рынка. Большая часть предложений за 30 и выше центов. Ну, наверное, за 24 цента. Я думаю, он, может быть, когда-нибудь уйдёт. Если будут опять какие-нибудь продажи на танк. И кто-нибудь захочет ему приобрести камуфляжик. Тоже что-то как-то прям совсем печально. Очень печально. То есть, у нас получается один, то ли один, то ли два камуфляжа всего было. Стоимостью более одного газинкоина. Остальное всё просто там центы, копейки какие-то стоят. Вот это вот мне интересно. Красная грунтовка называется на Тигра. О, ну спасибо, что не наклейка. Т-80УК. Современный зимний камуфляж. Тоже новинка патча. Укашка это полковой. Вау. Что-то прям красивый какой-то. Явно такой лесисто-зимний. Российский флаг на полборта. Потом, ну, всё-таки отдельные элементы покрашены ярко-ярко белый. Всё остальное у нас такое лесистенькое. Очень красивый. Причём он мне, кстати, напоминает сокола, по-моему. Такой камуфляжик тоже есть. Вот интересно будет посмотреть. Интересно. Интересно. Красиво. Не знаю, как вам, друзья, но как по мне, очень даже неплохо. Да ладно, неужели? Минимум три газинкоина. Большая часть предложений за 3.30. Я думаю, где-то за 3.25 можно выставить. И это первый камуфляж у нас сегодняшний. Я надеюсь, что первый и в дальнейшем у нас ещё что-то будет, который окупился. Офигеть. Это круто. Ну, правда, красиво очень выглядит. Плюс на новинку патча, что тоже неплохо. Открываем следующий сундучочек. И посмотрим, что нам выпадет. Выпадет там, походу, дублёрный корабль, да? Отлично. Снова USS Аляска ЦБ-1 44-го года. Повторять показывать я вам его не буду, просто идём дальше. У нас уже 11 кейсов осталось, что как-то не очень круто, честно говоря. Слишком много дублёров. У меня уже был подобный ролик из этой рубрики с открытием кейсов, где у меня было очень много дублёров. Ребят, нам, походу, повезло. Наверное, повезло. Я надеюсь, что нам повезло. Потому что нам выпал купон Тиграж-1 Красная Грунтовка. Тигр первый, как бы, это легенда. Легенда и вовсе любят, наверное. И у нас, надеюсь, что редкий камуфляжик у него выпал. Кстати, чем-то он мне напоминает камуфляж на КВ-220 в подобном вот стиле. Ну что, это явно Тигр, который то ли был обстрелен, то ли он... Так, на каком языке написано? Ersatzketten. Так, на немецком, видимо, это типа камуфляж во время разработки или что-то типа того. Прокрасочный. Как видите, здесь прям вообще везде всё написано. 8 сантиметров под 90 градусов. То там с чем-то сантим... А, 10 сантиметров под 81 градус. Под 81 градус, короче. Везде, короче, указаны габариты что-то, где какая толщина. 8,8 сантиметров пушка. Плюс еще схема с этим самым... Блин, бликует. Вот, не люблю вот этот эффект тундры. Короче, схема самого танка наклеена. Написано Берлин. Блэпт Деутч. Вот. И такой вот красавец вообще. А тут что? Майбах. А, двигатель, наверное. Слушайте, ну вот это прям классно. Это прям супер историчный камуфляж. Который прям такой прям тигр. Только его, знаете, с завода выпустили. Чуть ли там не прототип, да? И отправили прям воевать на фронт. Чего? 41 цент? Большая часть предложений за 50 центов? Что? Ребята, у вас вообще есть какие-то, я не знаю, типа... Его, типа, так много выпадает, что ли? Охренеть. Короче, ребят, можете заходить на биржу, брать камуфляж на Тигр H1. Он очень красивый. Пипец дешевый вообще. Дешман, дешман. Берите. Он того стоит. А мы открываем десятый с конца кейс. Эх, я что-то думал, что он прям дофигища будет стоить. А он, блин, копеечный. Офигеть, можно. Но такой легендарный танк. Такой красивый внешний вид. И вот такой вот результат, чертова подери. Так, ладно. У нас следующий открылась на самолет. 6М5. 261-я летная группа. Это у нас Зеро. Насколько я помню. Или Зеро. Как правильно там, не знаю, правильно ударение ставится. Я необразованный. Не ругайте меня сильно. И выглядит он следующим образом. Просто более потрепанный. Причем очень сильно более потрепанный, чем обычный. На хвосте 6106. И вот как бы багажник получает. Точнее, багажник, капот. Еще вот эта вот металлическая фигня вокруг двигателя. Она просто более такая свеженькая в краске. А весь остальной самолет у нас такой облезлый, облупленный. Вот так вот прям металл. Все собрано. И всякие разные надписи у нас еще на хвосте есть. Ну, блин, такой. Ну, скажем так. Более боевой внешний вид и не более того. Ну да, все логично. Низ рынка 29 центов. Большая часть предложений за 41. Я думаю, где-то за 30-очку. Ну да, за 30 центов его можно оценить более-менее адекватно на данный момент. На момент записи ролика. Девятый из конца. Ключик и кейсик у нас идут в диффузию. И, собственно, открывается. Посмотрим, что там с вами... Посмотрим, что там с вами выпадет в этот раз. И, походу, это дублер. Чертов дублер. Достали они меня сегодня. Самуай, Сэм, Айсейн. Или Айсин. Короче, опять же, повторять. Показывать я его не буду. Стоимость я вам ее добавлю. Когда буду монтировать ролик, в конце видео вы увидите общий итог. Что нам, что, как, повезло или не повезло. Ну, понятно, что не повезло. Это уже очевидно. Но посмотрим, может, там что-нибудь выпадет еще интересненькое. АФТ-09. Тоже новинка патч. Туровозка китайская, кстати, неплохая. Четырехцветный цифровой камуфляж. Вах, какой яркий! Почти парадный. А может быть, кстати, и парадный и есть. Потому что колеса специфичным образом покрашены. 14-15, как я понимаю, бортовой. Очень такой ядрено-зеленый, наверное, светиться будет. Вообще жестко. Да, 14-15 все правильно. Китайский опознавательный знак. И, в принципе, больше тут ничего нет. Просто зеленый такой современный парадный камуфляж на патч. Туровозочке. Хорошо. Но я думаю, он будет немножко палить. Но посмотрим, что он там стоит. Скорее всего, тоже там дешманское. Кстати, вот это поворот. 2.90 в понизу ринга. Большая часть предложений за 3.10 и выше. Я думаю, за 3 газинкоина можно будет выставить. Вот как это понимать? Тигр вообще ничего не стоит. А какая-то там китайская патуровозка, которая ядреного цвета, блин, стоит дорого. Вот как это? У вас есть какие-то предположения, как это работает? У меня нет. Если у вас есть, пишите в комментах. Потому что я ни хрена не понимаю в этом мире уже. Совсем ничего не понимаю. Давай спидфайра. Тигр у меня уже есть. Блин, Тигр Рэш-1. Красная грунтовка нам выпала. По-моему, у нас уже практически половина камуфляжей. Чуть ли не половина уже дублируется. Это прям очень плохой, скажем так, процент из открытий. Кстати, вот этот вертолетик, я этот, как он, Blackbird, я его отдельно покупал. Он красивый очень. Так, и, о, на зрение нам выпала 622 ТАСС. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Ее, кстати, немножко, ну, не то что апнули, ей добавили недавно дымовые гранатометы, которых очень сильно не хватало. И вот такой вот втешний вид. Явно лесной или даже, как сказать, лесной и немножечко пустынный. Так, 2H622 на лбу написано. Заметочка у нас тут. Пометочка, отметочка, точнее, вот так будет правильнее. На стволе, познавательные знаки, крестик беленький на черном квадрате. И вот такой вот пятнистенький камуфляж. Ну, выглядит поинтереснее. И, правда, зрение такая машина, на самом деле, специфичная. Я на нее делал обзор, если кому интересно гляньте. Работать она может, в принципе, только на приличной дистанции. Еще причем так, чтобы ее не видно было. В противном случае вас видят и расстреливают сразу, ваншотом причем. Ну, конечно же, он стоит ничего. 16 центов по низу, 20 центов по большей части рынка. То есть, где-то 18 центов, наверное, будет нормальная ему стоимость на данный момент. Я сомневаюсь, что там выпадет какая-нибудь машина интересная. Да, что-нибудь фиолетовая, да, именно техника. Поэтому буду надеяться, что там выпадет что-нибудь... Не все-таки выпадет... Нет, не выпадет собака. Т-34-57, 43-го года. 0-46, Кантемировец. Т-34-57, это суперкруто. Машина очень классная. Он еще и на премиумную версию. Ой, как хорошо. Ля какой! Смотрите, прямо свежепокрашенный. Кантемировец на всю башню. И еще путь, который он проделал, видимо, или что-то типа того. И кто в исторических всяких фишках, штуках разбирается, напишите, пожалуйста. Так, у нас тут какой-то значок еще. И вот так. Воронеж. Кстати, я там был недавно. Из отпуска доехали. Красивейший город. Просто офигенный. Кантемировка, Житомир, Львов, Кряков, Дрезден, Прага. О, как. До Праги доехал. 217-050-822-046. Номер на баке. Вот такой вот прекраснейший, на мой взгляд, камуфляж. Который, скорее всего, как это, видимо, принято по традициям War Thunder'а в последнее время. Будет нихрена не стоить, наверное. Кстати, если еще не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях. У вас тоже долго внутренний браузер Тундры открывается. И вот эти вот биржи всякие подгружаются. Или только у меня такая какая-то фигня. Спасибо, игра, что не дешпанский. Низ рынка. 117 центов, то есть доллар 17. Большая часть предложений за доллар 40. Я думаю, где-то за 1.30 его можно будет выставить. Примерно. Опять же, камуфляжик очень красивый. Советую вам присмотреться, если у вас есть премиумная версия Т-34-57. Которую я бы вам тоже приобретать рекомендовал для прокачки советов, если они у вас не прокачены. Машина отличная, камуфляж красивый. Прям вот можете присмотреться. Исторический, походу. Или, типа, он, может, музейный какой-то. И нам еще один тигр выпадает. Вот, прям классно. Красная грунтовка. Спасибо, не надо. Едем дальше. Три камуфляжа, ребят. Три камуфляжа осталось. Я надеюсь, что тоже... А прикиньте, все три и все выпадут техника. Вот это было бы классно. Но, походу, наверное, вряд ли. И Литл Бёрд, либо Зенитка на базе Шермана. Литл Бёрд нам выпал. Опять же, я его себе уже отдельно купил. Он такой забавненький, на самом деле. Камуфляжик, как видите. И я на нем там, причем, много фрагов еще настрелял. Потому что вертолетик бы, кстати, для Израиля очень советую. Литл Бёрд. Прям клевый. Вот, смотрите. Это просто радужный, прекрасный, поднимающий настроение камуфляж. Хагас 500. Так. Так. Вот пусковые установки тут у него. Криво покрашены почему-то. Так. И вот так просто радуга. Просто радужный, прекрасный камуфляж. По-моему, вообще лучше этого камуфляжа на вертолетах, наверное, в принципе, нет. Как детская игрушка. Вот, посмотрите, такая. Пип-пип-пип-пип. Он, кстати, недорогой. Я его там что-то за 90 центов покупал. Еще посмотрим, сколько он стоит сейчас. Новин записи. И вот он, красавец. На бирже открылся у нас с вами. Вниз рынка 93 цента. Топ больше одного доллара. Я думаю, ровно за один Газинкоин его можно было бы выставить. Опять же, я его купил, по-моему, за 90 или за 91 Газинкоин, когда я его только увидел. По приколу потом подумал. А что бы я такой забавный вертолет? Пойду полетаю на нем. Вот, открываем предпоследний уже сегодня сундучок. Предпоследний, блин. Совсем, совсем, совсем мало у нас их сегодня было. Ну, корабль, конечно, нам не дадут. Самолет нам не дадут. Зато нам дадут камуфляж на 248-м объект Карельский фронт. 248-м объект это машинка, которая в данный момент батлпассовская. Топовая награда. Машина прекрасная. Это лучший ИС-2 в игре вообще на данный момент. Надеюсь, что, может быть, и навсегда. Посмотрим, добавят ли еще какой-нибудь ИС-2 в будущем. ИС-2 со 100-мм пушкой, если что. И вот так вот он выглядит. Номер один. Красная звезда. Красная, точнее, белая полоса. Снова номер один. Камуфляж такого, блин, непонятно еще за цвет. Гористая местность, наверное, да гористый. Подкрашен больше. Там, где и леса, и камни, и песочек. Вот такое вот. Скажем так, более свеженький и свежепрокрашенный. Выглядит, во всяком случае, таким вот образом. Вроде неплохо. Я думаю, опять же, недорогой. Потому что, камон. Почти все батл пассы используют для того, чтобы нафармить себе газин коинов, продав технику с него. Хотя, конкретно в этом случае, я считаю, что продавать 248-м объект не очень. Потому что он очень хорошо играется. И данный камуфляж неожиданно для меня. По низу рынка стоит 2 доллара. Поверху больше 2,5. Я думаю, давайте просто поставим его за 2,5, чтобы он хотя бы сам себя окупил. И, кстати, тут подписано, что этот камуфляж на основе камуфляжа Т-28 из состава первого механизированного корпуса, воевавшего на Карелинском фронте. Прикольно. И у нас остался последний кейс. Ух, погнали. Я надеюсь, что окончание этих опенкейсов будет у нас на хорошей ноте. Опять же, Надежда умирает последней, как обычно. И, походу, она умрет у меня вместе со мной сегодня. Потому что нам снова выпал дублер на Тигрэш 1 красная грунтовка. Ёп твою ж мать. 4 штуки за... Это жесть. 4 штуки мне выпало. На один только Тигрэш 1. А еще нам выпало 3 камуфляжа на ВК-3002. А еще 2 камуфляжа на Т-34-85. А еще 2 камуфляжа на Аляску. То есть, как вы видите, в этом обновлении что-то как-то шанс на дублеры как будто бы выше. Потому что разнообразия у нас было мало сегодня. Годных камуфляжей, слава богу, есть. Например, мне понравился очень сильно Т-80УК. Мне понравился вертолет. Мне понравилась петровозка FT-09 китайская. Реально понравилась. Прототип типа 16-го. Красивый. Не супер дорогой, но и красивый. Опять же, камуфляж красной грунтовки на Тигрэш 1 хороший. Но почему-то недорогой. Но классный. И камуфляжик на 248-й объект тоже мне вполне себе зашел. Остальное, ну, такое себе, конечно, не суперинтересно. Не особо-то и нужно, как говорится, было. А, забыл еще Т-34-57. Да, вот на него тоже. Есть красивые варианты. Но все никак-то не сложилось на окупаемость, видимо. Ну что ж, друзья. На этом будем заканчивать. Результаты открытия кейсов у вас на экране. Где-то их тут, 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 где-то их поставлю. Посмотрите. Я думаю, там, конечно, полная катастрофа. Но, тем не менее. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте во все мои социальные сети. Особенно в Телеграм-канал. Также, если вы планируете что-нибудь донатить в Тундру, в Эндлист. В общем, в любой проект, который есть на сайте Вартандера. Ну, у газинов, короче говоря. Делайте это по моей ссылочке в описании, чтобы немного экономить и меня заодно поддерживать. Увидимся с вами в новых роликах, в новых стримах. Всем удачи, счастливо и пока-пока.